Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас сегодня снова на своем канале Европейская Психиатрия, доктор София Роттермель, и сегодня мы с вами продолжаем цикл «Психотерапевт сам себе». В этом цикле я даю практические рекомендации, как можно помочь себе в различных ситуациях, если пока нет возможности обратиться к специалисту. И сегодня мы с вами рассматриваем синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых, психотерапию при этом состоянии, что вы сами можете сделать. И, конечно, сразу я призываю вас подписываться на мой канал, потому что я знаю, что многие смотрят видео, но не все подписываются. Подписывайтесь и активно участвуйте в обсуждениях. Мы с вами уже говорили в прошлых видео о диагностике синдрома дефицита внимания и гиперактивности у взрослых. И я объясняла, почему я не занимаюсь такой диагностикой онлайн. Дело в том, что диагностика очень трудоемка. Она включает изучение биографии, заполнение различных опросников, анкет, тесты, разговоры с родственниками, изучение того, как человек учился в школе и так далее. То есть, конечно, это очень трудоемко, это занимает очень много времени. Поэтому, если идет просто консультация, то я могу дать указания и свои подозрения, что да, возможно, здесь речь идет о СДВГ, но подробную диагностику все-таки проходить нужно дальше. Также прочитала недавно статью в одном из популярных российских журналов о том, что в России показ диагностика СДВГ у взрослых все-таки пробел, потому что считается, что это заболевание детского возраста. И очень многие мне рассказывали, что когда они приходили к врачам, врачи от них отмахивались и говорили, что это все-таки патология детского возраста, во взрослом возрасте мы такой диагноз не ставим. Это вопиющий пробел, потому что есть тысячи людей с проявлениями СДВГ во взрослой жизни, и которым лечение или хотя бы элементарная информация об этом, психотерапия уже поможет улучшить свою жизнь, поможет улучшить производительность труда, поможет улучшить концентрацию, улучшить проблемы в личной жизни, улучшить хаос, который присутствует в жизни. Причем надо сказать, что у людей, которые идут работать после школы, таких проблем меньше, потому что в работе все-таки есть некая динамика, и люди выбирают себе часто очень динамичные профессии. Если же у человека есть желание учиться, и он идет куда-то в институт или в какое-то среднее учебное заведение, то возникают проблемы, которые часто ломают жизнь человеку, которые кажутся непреодолимыми, потому что иногда человек просто не может учиться. То есть интеллектуальный уровень абсолютно нормальный, но нет концентрации и нет способности к усидчивости. И простой тест на СДВГ, когда вы мыслями постоянно в другом месте, когда, например, вам сложно следить за нитью разговора, сложно читать книгу, сложно заниматься чем-то монотонным. Вот это уже первый такой скрининговый тест, который может говорить о наличии СДВГ. И помощь при СДВГ можно разделить на три раздела. Первый раздел это психообразование, как я уже сказала. Если вы уже назовете все своими именами и будете информированы о своем диагнозе, это уже, наверное, 90% успеха. Второе направление это коучинг. Коучинг больше касается все-таки самоорганизации, тайм-менеджмента, различных расписаний, планов на жизнь, постановки целей и так далее. И третье направление это уже непосредственно психотерапия. Психотерапия, особенно если есть сопутствующие проблемы, например, депрессия, зависимости от психоактивных веществ, другие расстройства личности. Но все-таки психотерапия это прерогатива специалистов. Если вы обращаетесь именно к специалисту за лечением, за терапией, а что можете сделать дома? Вы это стать коучинг сам себе. Именно воспитать в себе качество дисциплины, заняться самоорганизацией и заняться планированием и тайм-менеджментом. Это то, что вот как раз очень показано людям с синдромом дефицита внимания гиперактивностью. Первое это целеполагание. Вам нужно учиться ставить правильные и хорошие цели. То есть цели должны быть максимально конкретные, максимально детальные, чтобы если вы кому-то рассказываете об этой своей цели, чтобы человеку было точно и сразу понятно, о чем идет речь. Например, если вы кому-то говорите, что я когда-то в своей жизни хочу поехать на море. Цель не очень хорошая, не конкретная, потому что непонятно когда, непонятно на какое море. Если вы, например, говорите, я хочу в следующем году в июне или июле на две недели поехать, например, в Японию или поехать, например, на Майорку, то эта цель уже более конкретная и ваши собеседники уже точно понимают, о чем идет речь. Зачем это нужно? На самом деле, чем конкретнее цель, тем лучше она достижима, потому что у вас есть уже конкретный образ этой цели и вы точно понимаете, какие шаги нужно приложить к тому, чтобы этой цели достичь. Многие пациенты с ДВГ жалуются на прокрастинацию. Здесь прокрастинация возникает из-за того, что люди очень восприимчивы к внешним импульсам. То есть настолько много им кажется импульсов из внешней среды, это могут быть какие-то вопросы, задания, замечания, разговоры, что они уже учатся сознательно отгораживаться от этих импульсов. И человек отгораживается, потом сюда же подключается еще перфекционизм. Человек предпочитает вообще ничего не делать, чем делать что-то хаотично или плохо. И это заканчивается тем, что возникают какие-то срочные дела, которые человек уже делает под большим давлением, создавая себе и окружающим стресс. И здесь прокрастинация это просто неумение себя правильно организовать. То есть это не отсутствие мотивации, потому что мотивация есть, энергия есть. Но человек не знает, как подступиться к тому или иному делу. И здесь опять же поможет самоорганизация в виде различных дневников, ежедневников, планеров. И вот как раз дело в том, что люди с СДВГ очень много времени проводят с делами несрочными и неважными. С какой-то рутиной, когда они каждый день встают, что-то вроде бы делается. Но для жизни, для перспектив не делается ничего. Когда накапливаются важные и срочные дела, создается такое давление, что человек уже просто ничего не успевает. И он в каком-то хаосе, в каком-то беге. И в то же время есть важные и не очень срочные дела, как, например, постановка глобальных целей для жизни, продвижение себя, например, раскрутка, продвижение по карьерной лестнице, какие-то глобальные жизненные события. И вот как раз они упускаются из виду вообще, потому что человек так никогда до них и не доходит. И вот в этом заключается ответ на вопрос, почему люди с СДВГ, обладая множеством талантом, все-таки ничего не успевают в своей жизни и не добиваются тех результатов, которые они могли бы иметь. И эта тема еще также тесно связана с расстановкой приоритетов, потому что приоритеты людям с СДВГ поставить сложно. Выделить дела важные, срочные или важные, не совсем срочные. Это и есть наши приоритеты. И здесь возникает просто хаос, невозможность отделить несрочное, неважное от срочного важного. И конфликты с окружающими очень часто возникают из-за того, что окружающие думают, что человек с СДВГ, обладая такими талантами, обладая разносторонними интересами, конечно же может себе ставить цели, а он не может. Ну то есть он может, если научится этому целенаправленно, но изначально это очень сложно. Не может планировать, опаздывает на встречи, не может отделить одно от другого, постоянно в каком-то колесе каких-то какого-то хаоса, каких-то незапланированных вещей в своей жизни. И конечно же окружающие злятся. Это вызывает раздражение, это вызывает недоумение, ощущение, что человек просто шутит или человек специально ведет себя каким-то глупым, неподобающим образом, хотя человек просто не может спланировать свою жизнь. Он интеллектуально абсолютно нормальный. И здесь опять же о постановке цели несколько слов. Вам нужно обязательно понять, где вы сильны лучше всего, не распыляться на множество неважных и ненужных вам в жизни дел. То есть прямо составлять в списке, что вы можете лучше всего, что у вас получается, где, в чем ваши сильные стороны, какие занятия у вас получаются лучше всего. У людей с СДВГ очень много положительных качеств и самых разных талантов, которые нужно просто выделять, брать и использовать во благо себе. К таким качествам, например, может относиться любознательность, креативность, хорошая фантазия, желание и отсутствие страха пробовать что-то новое, энергичность, гибкость, быстрая реакция, быстрая схватываемость и усвояемость материала, когда вы, например, что-то можете просто быстро просмотреть, и вы уже ответите где-то, например, в университете или сдадите экзамен. Есть еще такое понятие гиперфокусировка, которое может помочь вам выделить то, что у вас получается лучше всего. Например, Альберт Эйнштейн был очень разосторонним человеком, в том числе музыкантом. У него были разные другие таланты, но он выбрал одно направление, физику, и он стал в этом направлении гениальным. Так вот, гиперфокусировка может тоже вам помочь среди всех ваших разнообразных интересов выбрать что-то одно, и есть шанс добиться в этом невероятных успехов. И в то же время рекомендуется не застревать на деталях, не застревать на мелочах, потому что у людей с СДВГ есть такая склонность копаться в деталях, излишних деталях. Это что называется за деревьями не увидеть леса. Я видела таких пациентов, когда человек за деталями не может видеть свою жизнь вообще. То есть люди приходят, например, на терапию с огромным ежедневником, где много разных вклеек, много разных листочков, и все разными цветами, и все по каким-то классификациям и группам, понятным только одному этому человеку, и у него много там разных заметок, и разных звездочек, когда что нужно успеть. И когда смотришь на такой ежедневник или блокнот, ты думаешь, ну конечно, если человек так уж себя организует, конечно же он должен себя организовать. Но потом замечаешь, что такой человек ничего не успевает, и есть полный хаос в жизни. Поэтому это вторая сторона, второе предостережение, просто не копаться очень сильно в деталях. То есть выделять все-таки главное. Вот несколько практических советов, которые могут помочь вам, если вы еще учитесь или уже работаете, но должны как-то средотачиваться на своей учебе или работе. Первое, если вы посещаете какие-то доклады или лекции, садитесь на первый ряд, чтобы вас ничего не отвлекало, чтобы вы видели только докладчика и полностью были сосредоточены на материале. Многие люди с СДВГ пользуются берушами. То есть если вас отвлекают постоянно шумы, если у вас нет возможности учиться в тихом помещении, если у вас шумная семья или вы живете в общежитии, пользуйтесь берушами, учитесь так вот себя дистанцировать от внешней среды. Занимайтесь всегда учебой или ответственной работой в тихом месте, где минимальное количество различных раздражителей. Если вы что-то читаете и вам сложно читать, пользуйтесь маркером, выделяйте главное, чтобы потом у вас создалось все-таки впечатление о том, что вы прочитали. Ведь часто люди с СДВГ говорят, я прочитал абзац или страницу и вообще не понимаю, что я прочитал. Приходится перечитывать даже по 10 раз. И то человеку потом сложно собраться с мыслями и пересказать этот материал. Заканчивайте предыдущее занятие, прежде чем начать что-то новое. Даже если это новое, кажется вам очень увлекательным. Принять тот факт, что не все занятия могут быть интересными, что все занятия содержат какую-то часть интересной работы и какую-то часть рутинной работы. Что касается перфекционизма, то лучше все-таки закончить какое-то задание, так как вы закончите, чем ждать какого-то особенного вдохновения и стремиться к перфекционизму, так никогда и не заканчивая все свои дела. Запланировать себе паузы в работе, причем паузы с поощрениями, после того, например, как вы закончите какую-то неприятную для вас рутинную часть заданий. Что касается симптомов депрессии при СДВГ, дело в том, что депрессия действительно является частым сопутствующим заболеванием, прежде всего потому, что человек устает от своих неудач, устает уже что-то пытаться сделать со своей жизнью, как-то нормализовать этот хаос. И со временем от неудач, от обратной связи негативной от окружающих людей, что ты какой-то никчемный, ты ни на что не способен, хотя люди очень талантливые, очень разносторонние, возникает вот это вот ощущение собственной никчемности. И часто, к сожалению, депрессию путают с СДВГ, очень часто ставится этот диагноз депрессия, но на самом деле причина кроется гораздо глубже. Происходит это потому, что, к сожалению, пока еще не все врачи, особенно что касается постсоветского пространства, знакомы с диагнозом СДВГ. И я всегда рекомендую пациентам с СДВГ обязательно заниматься спортом. Это может быть какой-то активный, тяжелый спорт, это может быть командный спорт, то есть любой спорт, где происходит постоянная динамика и смена обстановки. То есть это командный спорт, конечно, логично. Это может быть, например, прогулки на природе с палками, это может быть бег, быстрая ходьба. То есть это то, где вы сможете сосредоточиться на постоянно меняющейся внешней обстановке, потому что часто люди с СДВГ говорят, что такие виды спорта, например, как йога или что-то более спокойное, для них просто скучны. Что касается импульсивности, я об этом уже говорила в одном из видео, как справляться с импульсивностью во взаимоотношениях с другими людьми, если возникает гнев, если возникают ссоры, скандалы. Также, что касается импульсивных покупок, обязательно планировать свои финансы, обязательно смотреть, сколько вам нужно на месяц на необходимые расходы, сколько у вас остается, так сказать, свободных финансов, которые вы могли бы потратить на покупки, делить их на четыре и смотреть, такая сумма у вас будет на покупки на неделю, чтобы не переходить эту границу. Обязательно планирование. А я надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным, интересным. Пишите свои отзывы, пишите комментарии, пишите свои вопросы, подписывайтесь обязательно на мой инстаграм, и я желаю вам психического здоровья!